Информационный партнер программы Развлекательный портал о путешествиях Турблогер.ру Здравствуйте, дорогие телезрители! Рада приветствовать вас в студии программы Путешествия с Плюсом. Сегодня с вами ведущий Александр и Галина Конопосевич и наши гости. Представлю с удовольствием Александр Генцис, член Совета директоров компании Диасофт. И Наталья Богородицкая, член правления, директор по маркетингу компании Диасофт. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня мы поговорим о вашем путешествии, посвященном путешествии в Африке. Но хотелось бы начать с вопроса о том, как вообще вы к этому приобщились, как вы к этому пришли, и почему это в рамках компании, как это происходит. В двух словах, с чего все началось? Вы знаете, началось все 6 лет назад, когда мы думали, компания большая, взрослая, тогда она исполнилась 15 лет, сейчас нам уже 21 год, и мы думали о том, как нам дальше развиваться, как нам лучше понять наших заказчиков, и мы придумали сделать клуб. Сделать клуб клиентов. То есть это клиентский клуб, это не коллектив команды, да? Нет, 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 это абсолютно клиентский клуб, и этот клуб придуман именно как способ взаимодействия с нашими клиентами, для того, чтобы лучше их понимать, как в работе, так и в плане их интересов, личного предпочтения, совместных каких-то переживаний, потому что то, чем мы занимаемся, мы автоматизируем банки, это достаточно, ну, такой неширокий мир, да, и людей, которые занимаются этими делами, их не очень много. Они сегодня работают в одном месте, завтра работают в другом банке, но все равно это примерно одни и те же люди. И понимая их задачи, интересы, их предпочтения, нам казалось, что мы лучше будем нашу миссию реализовывать, а наша миссия это делать так, чтобы наши клиенты могли лучше и проще зарабатывать деньги и развивать свой бизнес. Ну, в этот клуб могут вступать, наверное, и ваши коллеги, да, члены, вот вашей команды. У нас достаточно закрытый клуб. А, достаточно. Да, значит, туда входят наши клиенты, туда входят наши партнеры, у нас очень ограниченный набор спонсоров, и для того, чтобы быть спонсором нашего клуба, нужно получить две рекомендации от существующего члена клуба, так что мы не монетизируем это дело. И туда входят члены нашей компании, которые либо добились какого-то суперрезультата в течение года, либо которые по своей работе занимаются клиентской работой на самом высоком уровне. То есть для клиентов это мотивация, да, как бы там сотрудники? Да, некоторым образом. А для сотрудников это привилегия, да? Ну, и мотивация, и привилегия тоже, да? Ну, и работа. Ну, работа серьезная, да, но потому что это ежегодный клуб, вот как я уже сказал, был создан 6 лет назад, и в его работе есть два заседания в Москве, это чисто рабочие заседания, на которых мы обсуждаем именно рабочие вопросы. И третье заседание, это называется выездное заседание клуба. Оно состоит из двух частей. Один день посвящается работе, и мы действительно, это очень глубокие, интересные дискуссии, доклады, когда люди в очень комфортной обстановке обмениваются друг с другом мнениями и пожеланиями, да. Они серьезно готовятся к этому мероприятию. Хотят выступать, да, причем это банкиры выступают для банкиров. Это не мы выступаем для банкиров, мы ничего не продаем на этих заседаниях, мы не делаем никакого пиара, мы не делаем никакого маркетинга, мы организаторы, и мы информируем о том, что у нас происходит. У вас, получается, банкиры в основном, да? Да, у нас основной упор, чтобы мы придумали этот клуб для того, чтобы самые занятые, самые профессиональные представители банков могли друг с другом общаться. То есть такая профессиональная площадка, да, это как бы, а вот после этого профессионального общения, собственно, наступает вот момент путешествия. И в данном случае сегодня мы будем говорить о путешествии на водопад Виктория, да, насколько я понимаю? Но это было путешествие в Африку, это было четвертое или пятое путешествие клуба, всего их было уже семь, да, и каждый раз мы выбираем страну по принципу такому, мы выбираем страну, ту, в которую люди сами вряд ли поедут. Там с семьей или сами как-то... На семью просто четкий запрет, это всегда было очень много желающих взять с собой половину свою, да, но я, как, так сказать, президент этого клуба, вынужден в корректной форме отказывать, потому что, сам понимаю, что это совсем разные истории, форматы, да, то есть путешествие с семьей и путешествие в такой команде, это два совершенно разных формата. И по этому страну выбираются достаточно уникальные, началось все с поездки в страну Непал, потом была Бирма, потом была Коста-Рика, потом был Бутан, потом была Африка, потом мы поехали в Золотой Треугольник, и вот в этом году мы были в Мексике. Но не повторяйтесь в странах, всегда не повторяйтесь. Никогда, страна не повторяется, и в каждой стране продумывается маршрут, который состоит из трех частей. Обязательно должен быть какой-то маршрут, что-то должно быть интересное, познавательно-историческое, обязательно должно быть какой-то адвенчур, так скажем, что-то интересное, запоминающее с точки зрения адреналина. Приключения такое. Да, приключения обязательно. И обязательно должно быть кулинария, кухня, что-то национальное, да, чтобы можно было почувствовать вкусы страны и, так сказать, внести вот эту частичку страны в своем сердце. Здорово. Ну вот страны, которые перечислили, наверное, все достойны, чтобы посвятить им передачу. Каждый по передаче, да, каждой стране по передаче. И сегодня мы говорим о путешествии в Африку, да? Это было три страны, да, три страны, Южная Африка, Зимбабве и Батствана. Да, все путешествия короткие, это неделя, то есть нет возможности уезжать надолго, поэтому это четыре рабочих дня и три выходных с одной стороны, два выходных, то есть это семь-восемь дней. Поэтому у нас формат очень динамичный, мы встаем в четыре-пять утра, и, так сказать, путешествие начинается до глубокой ночи, поэтому спать приходится мало, но зато вот в течение этих 5-6-7 календарных дней можно получить впечатление, которое потом, мне кажется, все члены клуба будут с удовольствием вспоминать на пенсии, сидя у каких-то теплых каминов или кто где. Мне кажется, каждое из этих путешествий будет ярким таким воспоминанием в их жизни. Ну там, чтобы путешествовать, не обязательно быть экстремалом, я так поняла, да? Есть возможность людям тихонечко где-то побродить или попать. Это сразу вопрос к Наталье, наверное, да? Вот как женщина. Вы тоже так инсталированы в экстремальные все эти мероприятия? Знаете, первый раз, когда я поехала в это путешествие, честно говоря, было немножко страшно, потому что я никогда до этого не сплавлялась, я никогда не восходила на гору, я никогда не прыгала с резинкой, но у нас в клубе какая-то особенная атмосфера. То есть люди, которые туда попадают, им, несмотря на то, что они никогда этого в жизни не делали, им почему-то хочется это сделать. Ну потому что, во-первых, очень хорошая дружеская такая вот... Поддержка, наверное. Поддержка, да. То есть есть какое-то полное доверие к людям, чувство плеча, чувство локтя, которые сидят с тобой в одном рафте. Вот первый раз я, Саша, сплавлялась на рафте, он сел и сказал, все будет хорошо. Я настолько ему поверила, что у меня даже сомнений не было, что что-то может случиться. Человек-то, какой-то общий азарт, есть какой-то дух такой, приключение, да, когда все... То есть речь идет о сплаве по реке, да? Рафт — это лодка, на которой справляется отсюда название там рафтинга, да? Я для телезрителей, потому что... Это обязательно часть нашего путешествия. В каждом путешествии есть рафтинг, и многие члены нашего клуба впервые попробовали рафтинг именно в наших путешествиях. И дошли до самой вершины рафтинга. Эта вершина как раз была в рамках нашего путешествия в Африку. А вот, Наталья, мне кажется, это было... Это начало, да? Да, это было начало. Это сплав по реке Замбези. Это сплав самой высокой категории, пятой. И Замбези отличается от других рек тем, что это самый сложный рафтинг, который можно пройти неподготовленному рафтисту. То есть вот у нас были люди, которые впервые в жизни вообще сели в рафт. И сразу пятая категория. Замбези, да? Многие мечтают сплавиться по Замбези. Действительно, настоящие рафтеры. И вот люди, которые впервые сплавились, им реально очень повезло. Потому что это абсолютно незабываемо. Это вот, я насколько понимаю, для новичка одеть на него там каску, одеть, значит, там спасательный жилет. Уже стресс, да? Не доходя до Рики. Когда еще не совсем понимаешь, что тебя ожидает, когда ты не первый раз сплавляешь, ты понимаешь, где риски. Пока все нормально. Да, где риски, где что. Когда первый раз, конечно, впечатление абсолютно незабываемое. Ну, у нас уже картинка пошла. Я смотрю, там рафтинг уже полным ходом. Да? Или это начало? Нет, это начало. Но начало началось через пять минут. Речка Замбези замечательна тем, что все начинается сразу. То есть не надо никуда плыть. Пороги там. Да, первый же порог начинается. Вот вы видите, первая лодка проходит относительно спокойно. Вот половину судов вот в этом пороге перевернулось. И дальше испытали... Вот, например, вы видите, да? Но вот сейчас сидя в креслах, это выглядит так достаточно забавно. Уже мурашки побегут. Вот, но интересно то, что порог только начинается. И когда вы плывете на лодке, вам неспокойно, но когда вы перевернулись, вы находитесь внутри этого порога. То есть это все требует определенной смелости внутренней и уверенности, что все кончится хорошо. Потому что при всем том, что это смотрится достаточно опасно, вода теплая, камни нет. Когда люди привязаны к лодкам? Нет, люди не привязаны к лодкам. Люди, когда вываливаются, они плывут. И они на спасательных жилетах. Они не могут утонуть. И, соответственно, есть специальные каякеры, которые их вылавливают и буксируют к другим рафтам. Либо они сами подплывают к рафтам. И товарищи помогают им залезть в этот рафт. И, соответственно, вот, видите, как здорово. Вот выпало 4 человека. Кто-то из вас был перевернувшийся? Да, вот я вот был, вот вы очень, посмотрите. Вот я сижу с камерой. Вот я сижу на первой эфире. Вот, посмотрите, у нас был самый красивый, мне кажется, переворот. Я, как раз, сидел и видел это своими глазами. То есть неожиданно вниз. И вверх тут поднимается стена. И мы вот так вот все вместе. Стена, причем там внутри выглядит, мне кажется, мне казалось, что это был 10-этажный дом. Сейчас он выглядит не очень высоким. Каякеры, это люди, которые в каяках, да, в специальных лодках, они забираются. Каяки, это что такое? Каяка маленькая лодочка такая. Ну, вот, на одного человека. Она юркая, быстрая. Он может проплыть, и ты за него держишься. И он тебя буксирует. Он успевает всех сомневаться. К берегу, либо вот эти ребята прошли, видите, порог нормально прошли. Молодцы, да, прогребли. Вот, да, но вот на самом деле сплав был короткий, полтора часа. Полтора часа для... Это короткий считается. Это реально короткий, потому что длинные, большие сплавы. Может быть, полдня, может быть, день, может быть, несколько дней. Но я хочу сказать, что по уровню эмоций, впечатлений адреналина, люди помнят это всю жизнь. Вот прошло уже два или три года. Померьте мне, да, на что это возможно? И каждый раз теперь, когда люди садятся в лодку, они говорят, а это будет как зомбезия? Я говорю, нет, как зомбезия больше не будет. Это у вас уже такой ориентир, да? Это невозможно. Как зомбезия невозможно. Потому что, конечно, ну вот есть такая идея, что очень сложно рассказать о каком-то опыте, не испытав его, да? Поэтому я, вот глядя на эти кадры, могу только одно сказать, что порекомендовать. Если кто-то любит сплав, нужно смело не бояться проплыть эти полтора часа на зомбезии. Вы действительно это не забудете никогда в жизни, да? То есть телезрители могут порекомендовать начинать с зомбезии, да? Если есть такая возможность, уважаемые телезрители, я действительно могу вам порекомендовать начать с зомбезия. Вы сразу после этого поймете, это ваше или не ваше, да? Либо останетесь на всю жизнь в этом, вот. Либо поставите галочку и скажете, хорошо, у меня все было. Это дан, да? Уже все уходит. Да, дан, лучших все равно не будет. Но, по крайней мере, есть одно преимущество у зомбезии. Помимо порогов, там все-таки не такая холодная вода, как, например, у нас на Катуни, да? Абсолютно, абсолютно. Мы были как раз и на Катуни, и были на Алтай. Совсем другая история. Достаточно комфортно с точки зрения воды и то, что нет камней, да? Соответственно, нет крокодилов, потому что они не успевают задержаться в таком бурном потоке. Вот, поэтому можно совершенно... Это дополнительный адреналин. Вот, ну вот люди, видите, ни о чем не могут говорить и не могут улыбаться. Все серьезные, да? Они не могут, они еле двигаются. Вот, это понятно почему. Потому что тяжелая работа. Я не думаю, что жизнь прекрасна, да, все-таки после этого. Это действительно тяжелая работа, потому что, чтобы управлять рафтом на такой скорости, нужно очень сильно работать. Когда большое течение, ты хочешь какой-то маневр сделать, ты борешься с этим течением. И это полтора часа серьезной такой работы, одновременно с удивительным впечатлением. То есть для начинающих рафтеров как раз вот небольшие промежутки, это как раз то, с чего можно начинать, да? Потому что если бы срок был, время сплава было бы больше, да, чем полтора. Ну, это было бы невозможно. Устали бы просто, да, вымотались и все, да. Наталья, а вы поставили галочку или решили все-таки это ваше? Нет, то, что это мое, я поняла еще до этого сплава, потому что первый сплав мой был в Непале. Но я могу сказать относительно этого сплава, меня очень рекомендовали посмотреть видеосюжет. Сказали, ты едешь сплавляться в Африку, обязательно посмотри видеосюжет. Ну, замоталась, не успела. И когда мы посмотрели вот это видео, она посмотрела и сказала, как хорошо, что я этого не видела до этого. Я, наверное, бы испугалась, испугалась бы пойти, потому что, конечно, было действительно, мне было действительно страшно. Ну, всем было страшно. Было страшно мне, да. Это нормальная реакция, мне кажется. Потом, наверное, такой командный дух у людей, да, как будто и огонь, и воду, и медный труб, и все пошли. Была самая эфорическая вечеринка вечером, потому что люди... Что все нормально, все живо, здорово. Отдельный вопрос. Обычно такие стрессовые дни заканчиваются хорошей вечеринкой. 100%. Но я думаю, что это интересная история, рассказ о которой мы продолжим. Сейчас небольшая рекламная пауза, оставайтесь с нами. Информационный партнер программы. Развлекательный портал о путешествиях. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы в гостях у проекта «Путешествие с плюсом». В студии ведущий Александр Галина Конопосеевич. И наши гости... Александр Генцис, член совета директоров компании «Диасофт». Здравствуйте. И Наталья Богородицкая, член правления, директор по маркетингу компании «Диасофт». Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Мы продолжаем наш разговор о путешествии клиентского клуба компании «Диасофт» в Африку. Мы говорили о рафтинге. Мы остановились на том, что день был бурным. Люди, спустившиеся на рафтах, пройдя этот путь, получили достаточную дозу адреналина. И вот по своему опыту знаю, всегда это бывает очень интересно. Конечно, еще приходится сопоставлять, что же было интереснее. День, проведенный в рафтах, или все-таки вечер, когда это все обсуждается и так далее. Как все-таки ваши вечера проходили во время этого путешествия, в частности, вечер, посвященный рафтингу? Знаете, с вечерами очень интересно, удивительно, что в каждом путешествии нашего клуба как-то появляется песня клуба. Причем она появляется откуда-то из внешнего фона, и каждый год это разные песни. Кто-то из членов клуба приносит то, что произошло нового в нашем мире, и она как-то приживается. Просто люди сами сочиняют, придумывают слова. Нет, 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 это прямо песня, которая присутствует в нашем мире. То есть это люди не сочиняют, и вот в каждом путешествии есть своя песня. И, соответственно, была и песня в этом путешествии, и, соответственно, эту песню все и слушали, и она очень, там, и сто раз ее прослушали все, да, и она настолько всех объединила и осталась в памяти дополнительно еще, вот именно как вечером, вечер после Замбезии. Вот так вот она и... И что это была за песня? А вы знаете, эта замечательная песня, она имеет еще некоторую ненормативную лексику. Тем она и замечательная. Да, есть такой рэпер, рэпер Нагана. И почему-то вот именно в этом путешествии эта песня как-то вот она прижилась. Вошла в настроение. Да, вошла в настроение. После такого рафтинга захочется, чтобы она такой ненормативный. Песня про страхование товарища по оружию, вот, называется «Застрахуй, братуху». А, ясно. Вот, в этом смысле она как-то, видимо, после того переживания, которое все члены команды испытали, тема страхования, страхования жизни и, так сказать, ответственности перед семьями, она была очень, так сказать, к теме. Актуально актуально, да, в теме. На самом деле, вот, песни, которые возникают там, это был, это был, это не была песня под гитару, да, это была песня с магнитофоном, да. Ну, а сейчас это айфон называется, алипуат. Я думаю, от души там все просто пели, не слушая магнитофон, да, горлане во все говорят. Слова выучили. Ну, актуально, «Застрахуй, братуху» это как бы, да, вот, после рафтинга, как бы, там, точно в тему. Прямо это, и вот удивительно, что каждый год рождается новая песня. Вот это, причем старые песни не сохраняются. И никто не знает, как родится песня новая, и вот каждый год делается какой-то новый ряд, и вот именно на эту песню реагирует коллектив, а коллектив, кстати, большой. Мы начали с 25 человек, а вот в этом году в Мексику было 63 человека. То есть клуб растет, да? Клуб растет, у нас было 13 новых участников, каждый год 5, 6, 7. Вот в этом году был рекорд, 13 новых участников присоединились к нашему клубу. А вот гендерный состав, то есть я вот, как бы, здесь... 95% мужчин. Мужчин, ну, все-таки, большая часть. Ну, потому что там все-таки тяжело выживать, да, надо. Ну, как сказать, наоборот, да, столько внимания я там представляю просто, поэтому... В первое путешествие была одна девушка, и на завершающем вечере она подняла тост за то, чтобы у каждого мужчины было путешествие в его жизни, когда он будет один, а вокруг него будет 24 девушки. Ну, что, не было ее института. То есть, как бы, она поделилась своим счастьем. Да, 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 да. Ну, наверное, как мне кажется, да, там, местный колорит какой-то, да, какие-то общения там с местным населением, да, это же, как бы, экзотика тоже, да, своего рода, да. Это очень важно для нас. Были ли это? Какие впечатления вот от этой части? Другая планета, другие нравы, другие принципы, другая система ценностей. И то, что для нас важно, для них совершенно не важно. То, что важно для них, мы уже это не ценим. И, к сожалению, у вас много может быть. Это можно было позаимствовать что-то, да? Да, это очень хорошее, мне кажется, оба, потому, чтобы, ну, как-то приземлиться немножко и почувствовать жизнь, как она есть. Вот, например, здесь вот цель... Я так понимаю, вы присоединились, да? Да, цель нашего глупо, совершенно радостно, восторженный, я бы даже сказал. Открыть танцу, да? Это очень просто. На самом деле, совсем не нужно много выпить или совсем не нужно... Вот, наверное, антидепрессант лучше, скорее всего, да? Абсолютно, конечно. Конечно, такая первобытность, она очень, мне кажется, важна. Она, собственно говоря, и сохраняет вкус жизни, потому что ты... Тоже, наверное, снимает стресс после... У них же тоже, наверное, стрессовая жизнь. У нас, как бы, другие стрессы, у них... Мне кажется, вообще у них не стрессовая жизнь. Вообще не стрессовая жизнь. Ну, они же там что-то охотятся, на кого что-то делать. Они просто постоянно, знаете, как в аватаре. Они в контакте с природой находятся. Для них это абсолютно естественная тема. Они так подключаются к своим богам. Ну, главное, они не в курсе ситуации на фондовом рынке, поэтому там... На индекс-доу-джоусе они не везут. Да, вообще нет. Но там уже не мешает жить абсолютно. Наоборот, может быть. Там какие-то дикие животные, там много диких обезьян и так далее, нет? Ну, мы были в одном из национальных парков. Действительно, мы в гостях у дикой природы. То есть видно, что животных нужно смотреть именно в... Ну, вот где они живут. Не за решеткой. Не за решеткой, да. Потому что тот страх у капитана судна, когда бегемоты поплыли на этот корабль, было видно, как он просто драпанул всем кораблем от этого бегемота. Хотя он местный житель, и он знает повадки и бегемотов. Ну, вот стресс. Но он понимает, что это действительно очень серьезная сила, и она находится у себя дома. Что мы у него в гостях, а они тут за решеткой в нашем зоопарке. То есть он решает, да, кому... Да, если мы ему нравимся, мы можем плыть дальше по этой речке. Если мы почему-то ему не нравимся, то мы должны очень быстро осматривать удочки. Быстро уходить, да? Вы, извиняюсь, Саша, вы видели животных из окна автомобиля, плавая на лодке или как-то прогуливаясь пешком? У нас было несколько сафари, на самом деле. Один день мы плавали на лодке, посмотрели одних животных, а потом у нас была цель, мы хотели увидеть льва. Обязательно хотели увидеть льва, и мы еще ездили на сафари на джипах, где мечта сбылась. Вот, кстати. Да, вот он, да? Мы увидели, да? Царь зверей, да? Да, действительно, но удивительно, мы такие восторги испытываем, находясь в Москве, когда видим животных, там даже какую-то обычную белочку, для нас это столько необычно. А там это настолько гармонично, ты едешь, смотришь. Ой, лев пошел. Да, лев пошел, замечательно. Ты выходишь из номера гостиницы, там кабанчики бегают. Вот замечательно, очень все гармонично, никакого удивления и, ну, такого особенного восторга. Почему-то это не вызывают, потому что это действительно у них в гостях. А вот какие-то опасные животные не бегают возле гостиницы, если он там вышел? Смотришь, не кабанчик там, а лежит там. Носорог. Носорог. Ну, он, опять-таки, ты понимаешь, что все у себя дома. То есть, если ты себя ведешь по-человечески, ну, и как и по-человечески в его смысле, да, то и он будет вести себя по-человечески, да, это абсолютная гармония. И здесь самое главное просто быть частью этой же природы. Тогда все будут довольны друг другом и хочешь его сфотографировать, ну, подойди, сфотографируй, что ему от этого. То есть, на самом деле, обычный принцип общежития, да, как бы, относиться с уважением друг к другу. Друг к другу, конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Если ты не решил, тебе не нужно его подстрелить, и он чувствует, что у тебя нет ружья или каких-то плохих намерений, так он будет, наоборот, стоять, поворачиваться там, и ты сможешь сделать такие снимки, какие хочешь, сделать снимки, да. Ну, веди себя по-человечески, и он будет так же. Ну, если это можно применить к животным. Ну, на самом деле, как бы, можно чему-то людям поучиться, да, в этом случае. Мне кажется, нужно. Я бы сказал бы, что просто нужно. Просто мы здесь частенько в борьбе за свои финансово-амбициозные цели немножечко теряем связи. Уже не человеки, и не носороги, и даже не вегемотины. Теряем связи, да, 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 теряем связи. То есть, есть чему получить свою природу. Кстати говоря, тоже одна вот из положительных сторон, да, там, наверное, все стороны положительные, одна из них, там, вашего клуба, это то, что люди, там, из современного мира, окунаясь в мир природы, что-то с собой приносят обратно в общество. Вспоминают, кто они, да. Да, абсолютно. Ну, вот у нас еще впереди водопад Виктория, и что-то там еще такое более экстремальное. Я думаю, что, да, на самом деле, наверное, вот такой сердцевийной квинтэссенции путешествия все-таки такое красивое место, как водопад Виктория явился, да, там, несмотря на то, что там и животные, и рафтинг, это здорово. Вы знаете... Какое впечатление? Что это? Это реальное чудо света. Это реально чудо света. Я вот просто хотел бы рекомендовать всем зрителям обязательно найти несколько дней. Можете не сплавляться по речке Замбези, можете не прыгать с моста, но водопад Виктория просто необходимо в своей жизни увидеть. Потому что такой запас энергии, такое удивительное чувство вообще силы, мощи. То есть вот человек по сравнению с этим водопадом, он настолько маленький, настолько реально ничего не может, что, мне кажется, это действует очень очищающе на, так сказать, и на психологию с одной стороны, и заряжающе с другой стороны. То есть вот процесс энергообмена с водопадом Виктория наиболее сильный. Вот у меня лично был из всех мест на планете, где я был. А вот хотелось спросить, вот этот мост, это не тот ли самый мост смертников, с которого там прыгают люди? Да, это он. Прыжки с моста, с тарзанки, это одна из дополнительных возможностей в наших путешествиях. Дополнительно, мягко сказано. Да, но мы не заставляем это делать, но количество желающих все больше и больше. Это вот, я тоже был в числе этих желающих, это был мой четвертый прыжок с тарзанки. Удивительно то, что с этого моста, когда вы уже долетаете вниз, вы видите радугу круглую. То есть я никогда в жизни не видел радуги круглой. Да, она же все время в одной плоскости, она показывается. Абсолютно. Когда вы смотрите на нее сверху, она круглая. И еще интересно, что после того, как мы уже прыгнули, все хорошо, прошло несколько лет. Буквально два месяца назад в интернете появилось видео, как девушка из Австралии, прыгая именно с этого моста, с ней случился счастливый несчастный случай, потому что у нее оборвалась тарзанка. Счастливая, потому что она выжила. Да, счастливая, потому что она выжила. Я могу себе представить, как она вообще это пережила. И многие мои друзья сказали, что все, мы больше никогда не прыгаем. А я сказал наоборот, ребята, сейчас как раз надо прыгать, потому что проверят все тарзанки. В одну воровку снаряд два раза не попадает. Да, да, все тарзанки проверят. Давайте посмотрим сюжет, на самом деле очень интересно. Вот это как бы самая экстремальность, что было. Каждый раз думаю, зачем я это делаю, ужасно страшно. Просто ужас. Но я прыгну. Александр, вы еще успели радугу заметить. Круглая она ими. Это внизу, это внизу, потом, когда спускают. Есть два способа прыжков. Есть прыжок на тарзанке головой вниз и есть качели. Вот я прыгаю вторым способом качели. Он более долгий. Прыгается ногами вниз. И ты летишь после этого вдоль каньона, как на истребителе. И очень интересно, что очень усиливается зрение. И в этот момент, вот в несколько секунд, ты видишь мельчайшие подробности. Мельчайшие камни, мельчайшие ручейки. Все абсолютно. Вот мозг сумасшедшим образом работает в этот момент времени. Ну вот я как раз и хотел спросить. То есть это вот способ такой... Это называется качели. Не вниз головой. Нет, нет, качели. Вот видите, это трос. Я прыгаю ногами вниз, и я как бы на качелях огромных лечу. Натянут трос впереди. Это как вот, просто как качели такие. А как долго вот летаешь? Ну вот 7 секунд, 8 секунд. А потом, когда выбираешься назад, все, зубы лязгуют, коленки. Нет ничего такого? Нет, это эйфория. Дальше, когда... Вот тут нет процесса лязгивания зубами. Страшен, наверное, первый шаг, да? Все остальное уже. Страшно. Самое страшное, знаете, когда? Когда на вас начинают надевать вот эту конструкцию. Потому что вы понимаете, что это неотвратимо. Да, то есть до этого ты стоишь, тебе легко, ты можешь прыгнуть. А когда она тебя начинает надевать, ты понимаешь, что вот это твое время настало. И вот этот вот период от того момента, пока ты в этом снаряжении стоишь наверху, до момента отрыва, это самый серьезный страх. Ничего с ним нельзя сделать. Просто преодолеть. Просто в него войти можно. Просто как-то отключиться, наверное, и прыгнуть. Просто в него войти. Ну, вот на этой философской мысли о том, что самое главное – это впречься, как бы одеть на себя, быть то тарзанкой или какая-то ситуация в жизни, какая-то профессиональная там часть нашей жизни. То есть самое главное – это начать, сделать вот тот самый первый шаг, сделать, принять то решение, а все остальное уже там, наверное, страшно или не страшно, уже вытечет само собой из этого решения. Уже не отступает. Да, уже никуда не отступишь. Вот на этой, как бы, ноте мы завершаем нашу программу о путешествии в Африку. Благодарим наших гостей. Спасибо большое, что пришли, к нам рассказали. Очень было интересно. У нас в гостях был Александр Генцис и Наталья Богородицкая. Вам спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова